Сегодня был рассмотрен законопроект, автором которого Вы являетесь. Скажите, пожалуйста. Действительно, сегодня практически в безотлагательном порядке был принят в первом чтении законопроект, который предусматривает большую защищенность и, самое главное, большую информированность горожан в сфере занятости. Если раньше информирование горожан о том, какие профессии требуются, какова средняя зарплата по тем или иным профессиям, многие другие полезные для тех горожан, которые в силу каких-то обстоятельств остались без рабочего места, информации раньше предоставлялось исключительно на основании заявлений этих лиц. Сейчас, по сути, мы это переводим из так называемой госуслуги, из статуса госуслуги переводим в статус государственной функции. Переводя это на человеческий язык, это значит, что органы государственной власти обязаны будут информировать горожан через достаточно широкий спектр источников информации, прежде всего на сайтах администрации Санкт-Петербурга, комитета по труду и занятости, центра занятости. Через МФЦ информировать о состоянии рынка труда в нашем городе простым языком, это о тех профессиях, которые сейчас востребованы, в каком объеме, какова средняя зарплата по тем или иным профессиям. Эта информация в нашем современном мире крайне важна, потому что кто-то лишился зарплаты, принимает для себя решение пойти переквалифицироваться в соответствующие центры занятости. Он должен понимать, что когда он переучивается, что та профессия, новую профессию, которую он получит, она будет востребована, сколько он будет зарабатывать. Вкратце, цель этого законопроекта.